Привет, любители Москвы! Мы сейчас с вами встречаемся на одной из новых улиц Москвы, которая находится на юго-западе города, в районе Тропарева-Никулина, которая называется улица Доктора Гааза. Свое название улица получила совсем недавно, меньше двух лет назад, в 2017 году, в июне месяце. Ну, а до этого, собственно, здесь был безымянный проезд. Вот перед нами находится юго-западный лесопарк, который окружает с одной стороны всю эту улицу, ну и с другой стороны, в принципе, она тоже, в общем-то, почти вся утопает зеленью. Проходит эта улица недалеко от станции метро Юго-Западная, красной ветки метро, от улицы Бакинских комиссаров и до проспекта Вернадского. Ну, вот мы видим эту улицу, пока она еще так не очень сильно обустроена, даже двум машинам трудно бывает проехать, иногда они останавливаются даже, друг друга переживают. Ну, и пешеходам тоже здесь не всегда бывают удобные проходы. На некоторых местах вот даже отсутствует асфальт, иногда даже с двух сторон. Ну, а почему же улица, собственно, здесь на юго-западе получила такое довольно странное название в честь, как его называли, святого доктора Федора Гааза, который был немцем по своему происхождению и прославился своей благотворительностью. В общем-то, благотворительностью, милосердием особенно, и благотворительность его прежде всего была именно в помощи больным людям. Поэтому называли часто святой доктор. Он действительно вылечил часто бескорыстно, бесплатно многих больных людей и особенно даже прославился на поприще излечения тюремно больных. Поэтому даже иногда еще его называли тюремным доктором, потому что он даже возглавлял тюремный комитет, который ведал тюрьмами, ну и, в общем, оказывал помощь заключенным. И очень многих, в принципе, заключенных он вылечил, ну и, соответственно, тоже добился их освобождения, податастовал за них. Ну и не только, конечно, тюремных больных, в общем-то, и в том числе и обычных тоже. Ну, достаточно известный был, в принципе, доктор. Хотя сейчас его имя несколько подзабыто, но, правда, уже в последнее время о нем, как говорится, вспомнили. И тоже сейчас довольно много о нем пишут. Так почему же все-таки здесь вот... Да, кстати, звали его не Федор Гаас, а на самом деле Теодор Джозеф Хаас. Вот. Ну, а уже, так сказать, на Руси, в России, его имя переначали, как Федор Петрович Гаас. Ну, потому что там Джозеф Иосиф, это, конечно, не очень для русского слуха, там, так сказать, удобоваримые названия, скажем так. Ну и, собственно, почему же вот именно здесь, в принципе, назвали эту улицу. Ну, дело вот в чем. Дело в том, что здесь вот, как раз мы сейчас находимся, здесь вот в лесопарке в юго-западном, да. Ну, а вот напротив этого лесопарка находится, так называемый, немецкий квартал. Комплекс домов и разных зданий нежилых, вот, так сказать, которые относятся к Германии. А раньше, вот видим дома, да, вот вдалеке, вот это все огороженное вот таким высоким забором, правда, просвечивающим, с такой вот колючей проволокой. Здесь находятся вот гаражи посольства, видите, да. Вот, ну, вот этот вот комплекс, это был, раньше принадлежал этот комплекс зданий посольству ГДР. Вы знаете, что в советское время Германия была разделена на два государства. Это социалистическая германская демократическая республика ГДР и капиталистическая федеративная республика Германия, ПРГ. Ну, и вот, как раз вот этот вот, здесь была застройка этого района Юго-Запада, особенно проходила в 70-е годы, ну, началась она еще в конце 60-х годов, ну, и в основном такой пик застройки пришелся на 70-е годы. И вот как раз здесь вот выделили такой небольшой, так сказать, участок земли, ну, хотя, в принципе, уж не очень небольшой, как раз вот посольству, ну, сотрудникам посольства ГДР. Почему именно здесь? Потому что посольство ГДР тогда находилось неподалеку отсюда. Вот там оно находилось, за Ленинским проспектом. Вот, между, наопрещение Ленинского проспекта и улица Академика Пелюгина. Ну, вот, ну, сейчас там находится визовый центр Германии и институт имени Гёте. Ну, это сейчас, когда уже Германия стала единой. Ну, а как в советское время, когда было два государства, там находилось как раз посольство ГДР, вот это германская демократическая республика, которая, так сказать, ну, скажем так, строила социализм, да, в то время. Ну, и вот, неподалеку, здесь вот, по другую сторону от Нейнского проспекта, вот, около, между проспектом Вернацкого и улицей 266 Бакинских комиссаров, как раз, вот, в принципе, немцам дали такой вот, выделили комплекс зданий, так сказать, территорию, и здесь было построено вот несколько домов жилых для сотрудников посольства, и также детский сад, школа, магазины всякие, ну, гаражи, как мы видим, всякие площадки там для отдыха, досуга и так далее. Ну, то есть, в общем, вся, фактически, инфраструктура была создана, вот, и, соответственно, ну, потом, сейчас, соответственно, уже, когда Германия объединилась, эта территория до сих пор принадлежит Германии, но только уже не ГДР, конечно же, которую нету уже, наверное, почти 30 лет этого государства, а именно объединенной Германии, вот, и здесь живут, ну, скажем так, посольство Германии находится, ну, довольно далеко отсюда, это тоже на юго-западе, но на Мосфильмовской улице, вот, там, далеко за Мичуринским проспектом, а здесь живут, в общем, представители разных немецких компаний, в основном, ну, и не только немецких, в общем-то, и вообще европейских компаний, в таком, ну, широком смысле слова, вот, ну, в том числе, да, и сотрудники еще, в общем-то, и, ну, может быть, даже немецкого посольства, в том числе, вот, ну, и, говорят, тоже здесь, в общем-то, сейчас квартиры сдаются в аренду многие, поэтому, в общем-то, можно арендовать, наверное, есть какие-то условия, и, в принципе, наверное, при наличии денег, там, каких-то выполнений определенных условий, можно, в принципе, здесь, наверное, ну, я не знаю, может быть, не каждому человеку, но, наверное, все-таки кому-то, в принципе, тоже здесь поселиться, какое-то время, наверное, жить, или арендовать квартиру, вот, ну, в основном, в целом, это как был немецкий комплекс, так, в общем-то, он и настался, ну, и поскольку, соответственно, Федор Гаас был немцем, то, вот, в общем-то, назвали здесь, вот, решили улицу назвать именно в честь вот этого доктора Федора Гааса, хотя, конечно, ну, естественно, никакого отношения к этой улице и вообще к юго-западу Москвы он, естественно, не имел, здесь он никогда не был, но это и понятно, потому что в то время здесь вообще был довольно-таки отдаленный Подмосковье, когда он жил, вот, конечно, здесь Москва и не пахло, он, естественно, жил в центре города, вот, в самом пределах бульварного кольца, стадового кольца, ну, а здесь, естественно, он не был, здесь тогда был вообще лесной массив, никакой застройки не было, кстати, вот этот вот лесопарк, вот этот юго-западный называется, это фактически остаток вот большого леса, который здесь когда-то находился, был большой лесной массив, но потом вот его вырубили, здесь все застроили, дома на юго-западе, там, да, вот по улице Батинских комиссаров и по проспекту Вернадского, ну, а вот этот вот кулачок такой-то остался, его так несколько, в некоторых местах облагородили, больше он так напоминает лес, ну, на отдельных участках там и проложены дорожки, в принципе, пешеходные, сел, там, детские спортивные площадки, так что, в принципе, ну, в каком-то смысле действительно он является лесопарком, не совсем уж лесом, а все-таки больше лесопарком. Ну, вот, такая вот история, вкратце, этой улицы, никаких объектов по ней не числится, все, что мы видим, вот эти все дома, в том числе вот этот немецкий квартал, дома немецкого квартала, они все числятся по проспекту Вернадского, вот, ну, часть домов, которые примыкают к улице Достишеских и Батинских комиссаров, она числится по, соответственно, улице Достишеских и Батинских комиссаров, дома строения. Видите, улица, кстати, очень извилистая, немножко даже, наверное, такой серпантин, поэтому здесь машина ездит с большой осторожностью, с довольно низкой скоростью, потому что можно просто, так сказать, не рассчитать, не вписаться, да, в поворот и, в принципе, довольно сильно пострадать. Ну, вот, такая вот улица. Ну, и достаточно она такая живописная, потому что здесь очень много зелени, как я уже сказал, и вот этот парк тоже, конечно, вносит такую вот, в принципе, изюминку, можно сказать, в эту улицу, она такая довольно необычная, вот, подобных улиц в Москве, можно сказать, почти даже и нет. Ну, во всяком случае, довольно-таки мало, часто так не встречаешь. Так что приезжайте, гуляйте, здесь, в общем, довольно-таки хорошо. Единственное, вот я говорю, для пешеходов здесь пока, конечно, ну, вот в парке хорошо гулять, а вот здесь, конечно, вот именно вдоль улицы идти иногда бывает. Ну, вот тротуар обычно есть, хотя бы с одной стороны, ну, не везде, но в основном. Ну, а так, конечно, в принципе, она пока еще не очень приспособлена, потому что улица, еще раз говорю, довольно-таки новая. Ей нет еще двух лет, как она именно получила свое название. До этого она, конечно, была, но она никак не называлась, это был безымянный проезд. Ну, видите, такой мосточек довольно интересный в парк. Можно вот спуститься туда. Ну, вот, улица туда идет, и там дальше уже продолжить прогулку. Здесь парк создан на речке Самородинки. Здесь много оврагов, таких балок, пересекая довольно-таки, так сказать, сложный рельеф такой, изрезанный достаточно, с глубокими оврагами. Вот парк. Ну, в общем, все довольно здесь хорошо. Дышится очень легко, красиво. Вот, кстати, школа. Обратите внимание, немецкая школа. Ну, там же рядом находится детский сад. В принципе, такой целый городок. Вот такое все. Видите, как у немцев принято. Все достаточно так вышкалено, вылизано. Все очень строго, красиво достаточно. Вот так вот. Такой вот целый у них микрорайончик такой небольшой получился. Ну вот, познакомились мы с вами вкратце с новой улицей Москвы. Благодарю за внимание, и до новых встреч на улицах Москвы. Продолжение следует... Продолжение следует...